Вы слушаете Радио Теос. Теос.фм Бог в помощь. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься. Но тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи». На Радио Теос. Всем добрый день. С вами «Формула семьи» на Радио Теос. Сегодня у нас 25 августа 2016 года, 14.00. Четверг, значит, в студии Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Здравствуйте. Ну что, друзья, тема была заявлена уже давно в социальных сетях. Даже был опрос. Данные приведу, как всегда, чуть позже. Тема эфира «Ревность». Вы ревнивый человек, Сергей? Вы так в лоб. Вообще, я хотел вопрос такой задать, но теперь, получается, меня опередили. Ну, я не могу назвать себя человеком ревнивым. Потому что по определению человека ревнивый, это тот человек, у которого чувство ревности, оно, скажем, находится вот в такой, в повышенной дозе, присутствует в его жизни. Вот, исходя из этих соображений, я не могу сказать, что я ревнивый человек. Эля, встречный вопрос. Ревнивая. Сразу выплю. Нет, это лечится. Сразу скажу, это лечится. Вот мы с моим мужем в этот вторник праздновали маленькую-маленькую-маленькую годовщину, три года. Вот. Я гораздо меньше стала его ревновать, чем в тот период, когда мы еще не были женаты, допустим, встречались. Я не психолог, наверное, я не аргументирую, из-за чего мы ревнуем, но, тем не менее, это чувство мне знакомо. А мы попробуем разобраться, из-за чего, и заодно попробуем разобраться, из-за чего этого чувства стало меньше. Давайте, знаете, начнем поэтическим образом нашу передачу. Берегитесь ревности, сеньор. То, чудище с зелеными глазами, глумящееся над своей добычей. Блажен рогач к измене равнодушный, но жалок тот, кто любит и не верит, подозревает и боготворит. Иля, откуда эти строки? Я не вспомню. Наверное... Но у меня есть мысль, сейчас вы озвучите, а я скажу. Ну, выскажите мысль, что... Но это не из Отелла. Из Отелла, да? Конечно, конечно. Вот, видите, вас интуиция не подвела. Это Отелла. И история должна была бы быть известна, наверное, всем, но думаю, что с каждым годом, мне кажется, она, так сказать, в поколениях не очень известна. Потому что там такая специфическая ситуация. Это вот Венецианский Мавр. Произведение Шекспира, но он написал на самом деле ремейк. Потому что это сюжет не его. Это произведение, в общем-то, сюжет был раньше него изложен. И ситуация очень простая. Ситуация, на самом деле, нередко повторяющаяся, во всяком случае, может быть, не доходящая до уровня трагедии. Но, по крайней мере, вот то, что описано в строках великого Шекспира, это встретить можно слишком часто. Что же там происходит? Это слова вот эти, которые только что мы с вами имели удовольствие слушать. Это слова Яго, одного из офицеров, который находился в подчинении у Отелла. Отелла — это такой человек с черной внешностью, который стал, скажем так, он стал руководить гарнизоном, как офицер, где-то, в общем, далеко от Венеции. И у него была замечательная жена Дездемона, вот которую он и стал ревновать. Но на самом-то деле было все очень интересно, поскольку это неприродное было его качество ревности. И ревнивцем он стал не потому, что это вот так было ему, как этому вот темнокожему мавританцу присуще. Это была искусственно разожженная страсть. Там такой интересный сюжет. И вот этот Яго, он воспользовался ситуацией с простой целью — отравить жизнь. Он ненавидел Отелла. Там был персонаж, который невероятно любил Дездемону, а Дездемона влюбилась в Отелла. И он воспользовался, вот он, я имею в виду этого Яго, воспользовался ситуацией влюбленности одного из молодых людей и, в общем-то, взялся ему помочь. Но на самом деле у него были свои собственные цели при этом. Кончается все очень трагично, потому что постепенно не просто подозрения, эти подозрения были, так сказать, основания были тщательно сфабрикованы. И постоянно Яго занимался тем, что подливал все больше и больше якобы фактов каких-то, которые заставляли Отелла все больше подозревать, ревновать. И в конце концов он решается на то, чтобы задушить Дездемону. Знаете, как вот в той замечательной реплике. Вообще-то расчет был другой немножко, но закончилось так, как закончилось. Расчет был на то, что жизнь Отелла, она будет поломана. Но никто не рассчитывал, что Отелла убьет свою жену. Вероятнее всего он просто разведется. А он оказался вот как тот кавказец, который убить хотел, а развестись нет. И вот Отелла душит свою супругу. И когда выясняется, что он совершил великую ошибку, трагическую ошибку, он закалывает себя самого. Вот такой сюжет. Друзья, скажите, вы можете назвать себя человеком ревнивым? Вот для вас ревность — это то, что вы переживаете, или это совсем чуждо для вас? У нас есть возможность с вами повести диалог. Друзья, звоните нам в прямой эфир 8 800 333 1706. Также можете оставлять сообщение с помощью форума обратной связи на сайте. Мы все зачитаем вслух. Делитесь, делитесь вашими историями, вашими чувствами. Что вы думаете? Мы задали вам прямой конкретный вопрос. Можете писать, как мы всегда говорим, плюсики, минусики. Но это для тех, кто с калькулятора сидит. Так что да, на все ответим. Ждем, ждем ваших сообщений. Друзья, еще такой вопрос. Если вы наблюдали себя в качестве ревнивца, а потом вдруг у вас получилось справиться с этим, то поделитесь вашим рецептом, как вам удалось это сделать. Вот такой еще дополнительный к вам вопрос, потому что не устаю повторять. Практика показывает, что наш собственный опыт может стать помощью для кого-то еще. У нас есть первое сообщение на сайте от слушательницы Марии. Она пишет, что ревность неизбежна. Зачем тогда говорить об этом? Ну вот, есть первый вопрос. Спасибо за него. Ну, давайте будем разбираться. Что же такое ревность? Прежде чем ответить на вопрос, я тогда дам некоторое определение. Ревность — это прежде всего эмоция. Это чувство. Чувство, на самом деле, достаточно сильно негативное. То есть вот оно носит такой характер и деструктивное. Как по отношению к тому, кто его испытывает, так по отношению к тому, с кем вот этот испытывающий ревность человек находится в партнерстве. Прежде всего в супружестве. Нам все сто согласны. Сколько было пролито слез, потрачено нервов. Есть все ссоры, скандалы. Зачем? Зачем это нужно? Вот зачем это нужно — это хороший вопрос. На него, наверное, некоторые отвечают так. Вы знаете, второй момент. Такой он, пожалуй, важный, как отмечает Мария, что ревность, она неизбежна. Это правда. Это эмоция, как бы там ни было. Хотим мы того или не хотим, она присутствует в нашей жизни. Мы с ней живем. Нам придется с ней иметь дело. Все равно, в той или иной степени. То есть мы не можем не ревновать. В общем, как эмоция, мы не можем ее избежать. Но поговорим чуть позже об этом. Что же тогда нам... Вот Мария спрашивает, а зачем мы это обсуждаем? Вот Мария права в первой части, что ревность, она неизбежна. Вопрос, а зачем мы это тогда обсуждаем, коли вот ситуация такова. Обсуждаем мы это, Мария, ровно потому, что нам нужно понять, как же тогда жить. Ну, например, вы знаете, мусор и грязь — это тоже неизбежная часть нашего существования. К сожалению, да. Я вот вчера шла под дождем домой, а у меня фобия — я насекомых всех не перевариваю. И вот этих всех ползучих гадов. И весь асфальт в червяках. И еле домой дошла. Ну, вот видите как, с этим уже приходится жить. Вот эмоции порой похожи на этих червяков, которые вдруг выползают в какой-то момент. Ты думаешь, что у тебя всё нормально, всё здорово. Что-то случилось, и вот поползли. Ты их не ждёшь, а они оп и есть. Не то, что ты не ждёшь. Ты даже думаешь, что их вообще нет. Да. Они отсутствуют, как класс. А нет, они вот есть, оказывается. И прошедший дождик показывает, что есть червячки. Солнышко показывает, что есть паучки. И всякая другая живность. В нашей жизни вот точно так же оказывается, что мы выясняем о наличии каких-то совершенно непонятных вещей в нашей жизни только после определённых событий. Но ведь мы боремся с грязью. Мы же боремся с мусором. Мы боремся с множеством вещей, которые способны нашу жизнь отравлять. Ещё некоторые считают, что вообще-то ревность, она вообще-то полезна даже. В некоторой степени она разукрашивает семейные отношения, супружество, становится не таким занудным, унылым и обыденным. Вот ревность как-то придаёт такие краски дополнительные. Я абсолютный противник считать это чем-то положительным и вообще не сторонник пользоваться ревностью даже в маленьких дозах для того, чтобы разукрашивать семейные отношения. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И под власть им приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru И не только через сайт. У нас есть ещё вайбер и ватсап для тех, кто слушает нас с помощью мобильного телефона или у кого телефон под рукой. Пишите нам сообщение на номер «Плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девяносто шесть». «Плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девяносто шесть». И раз уж мы заговорили про мобильный телефон, у нас есть ещё мобильное приложение Radio Teus. Вы можете его скачать в Google Play, в Play Market. Я уже не знаю, как он сейчас точно называется. И в App Store, который неизменный уже несколько лет App Store. Скачивайте, слушайте нас оттуда, пишите сообщения. Всё, зачитаем. У нас всё открыто. Ждём, ждём, ждём. Продолжаем разговор. Вы знаете, вот Шекспир, который вот это замечательное произведение дал нам не только для того, чтобы мы ещё одну удивительную историю узнали, а вообще для того, чтобы как-то она могла нас ориентировать. Пушкин говорил, что беда Отелла была не в том, что он был очень ревнив, а в том, что был очень доверчив. Вот Пушкин так считал. И вообще-то ему на самом деле не помогло вот такое представление об Отелле, потому что сам-то он, похоже, попался на то же самое, на собственную доверчивость. Но у Пушкина и ревнивости было выше крыши. Вы знаете, вот Шекспир сказал следующее. Это для тех, кто считает, что любовь и вот такое вот чувство, как ревность, они просто вот обязаны быть вместе. Вот Шекспир сказал следующее, что ревность сестра любви точно так же, как дьявол брат ангелом. Интересная мысль. Мысль действительно очень интересная. Друзья, ведь там есть какое-то общее происхождение. Ну, если верить ангелологии, которую мы видим в Библии, что, собственно говоря, дьявол — это тот падший ангел. Изначально он был ангел, а потом вдруг он преобразился. То есть ревность — это тоже изначально какое-то классное, хорошее, приятное чувство, символизирующее о том, что ты любишь человека, которое в итоге потом приносит тебе одно горе? Да, потому что только символика остаётся, а качество совершенно другое. То есть так же, как у дьявола, он может выглядеть вполне себе респектабельно, очень даже неплохо, хорошо будет выглядеть, но по сути своей у него совершенно другая природа, точно так же, как у ревности совсем другая природа, нежели у любви. У нас есть два сообщения на сайте, пишет нам наша постоянная слушательница Галина из Москвы. «День добрый, я неревнивая и считаю, что мне это чуждо». И во втором сообщении она тоже пишет. «Я неревнивая и даже не понимаю тех, кто может ревновать». Вот Галина меня не поймёт. Вот видите, Галина, спасибо вам за то, что вы нас слушаете, за то, что вы откликаетесь на наши просьбы к диалогу. А знаете, что самое смешное? Вот у меня сейчас, Элечка, секунду. А у меня вопрос к Галине. Галина, а вы замужем? Да, она замужем. Я просто помню историю по переписке. Да, она же постоянная слушательница замужем, уже внуков воспитывает с мужем. Ага. И вы никогда, никогда в своей жизни не испытывали чувство ревности? Вот этого мы не знаем. Ответьте нам, Галин, пожалуйста. Да, ответьте, пожалуйста. Вы прям никогда не ревновали, ни разу в жизни? Это очень интересно узнать. Смешно я хотела сказать, что когда ты ревнуешь, вот по своему опыту, ревнуешь человека, а он тебе в ответ нет, ты не понимаешь, как так, и это такое диссонанс в твоей голове, как будто тебя человек даже не любит. Вот не ревнует, значит, не любит. Поначалу так кажется на самом деле. Сейчас это смешно. Да, чем становишься старше, чем больше ты сталкиваешься со всем ворохом подобных измышлений собственных, потом испытываешь их на практике, видишь, что вообще-то не так. Собственные представления, то, что тебе кажется, нередко оказываются просто химирой, ерундой просто, не имеющей ничего под собой. Галина нам ответила, у меня прекрасный муж никогда не ревновала. Хорошо. Ну, знаете как, поклон вам, Галина. Несмотря на то, что я ответил на заданный мне вопрос, ревнивый я человек, я ответил отрицательно, я могу сказать, что чувство ревности я испытывал. В каком плане, как чувство, это то, что приходит к тебе, и ты, знаете, это как чувство страха, чувство незащищенности, или еще какое-либо другое чувство. Ты не можешь этого избежать. Ты не можешь это контролировать. Вот в ситуации, когда ты сталкиваешься с какой-то эмоцией, я точно могу сказать, что я испытывал себя не очень хорошо, чувствовал себя достаточно дискомфортно и понимал, что это ревность. Но когда я понимал, тогда я уже мог что-то делать. А до этого вот этот дискомфорт, он просто есть, и все. И если ты с этим не способен разобраться, то дискомфорт тебя на самом деле поедает потихонечку. Галина нам пишет дальше. Я считаю ревность большой глупостью. Я, мне кажется, поняла Галину. Она говорит о том, что мы делаем, исходя из ревности, то есть какие поступки мы совершаем. Это, наверное, глупость. А само чувство... Да, Галина, спасибо. Вы правильно считаете. Я, знаете, тоже считаю людей, которые продолжают, скажем так, практиковать ревнивость, которые никоим образом не стараются выбраться из лап вот это вот состояние, я считаю это поведение, но не умным, как минимум. Я не просто так сказал, что это деструктивно. Ведь обратите внимание, Ателло же не просто ходил и бубнел что-то. Он задушил свою молодую супругу. Задушил ее, понимая, что он не может жить дальше по-другому. У него нет другого выхода. В его картине мира он обесчищен и жизнь, в общем-то, она недостойна жизни. Может быть, и он тоже, но она точно недостойна. Вот так представляет жизнь ревнивец. И, конечно же, живущий таким образом, просто находящийся в потоке этой страсти, он совершает опрометчивое безрассудство, когда не пытается избавиться из вот этого состояния. У нас еще два сообщения. Галина продолжает с нами беседу. Она говорит, мне знакомо это чувство, но я не поддалась им. Все-таки знакомо. Спасибо, Галина. Мы понимаем, что вы живой человек. Да, это логично. Знаете, сейчас много роботов работает в сетях, которые генерят какие-то небольшие тексты, и вот мы понимаем, что, наверное, вы все-таки живой человек. Конечно. И Владимир нам пишет интересное сообщение. Монахи не ревнуют и очень долго живут. Владимир, вы, как всегда, загадочны бываете в своих суждениях. Мне кажется, это наш тоже постоянный слушатель Владимир. Что означает монахи не... Монахи. Монахи, да? Да. Монахи. Монахи не ревнуют. А, не ревнуют. Я все не так услышал. Монахи не ревнуют, да? Да, у вас услышалось. Да, я думаю, монахи не ревнуют. Вот оно как получилось. Да, монахи не ревнуют. Монахи не ревнуют. Спасибо, вот, а то у меня уши заложило. Монахи не ревнуют и долго живут. Ну, может быть. Может быть. Друзья, мы-то с вами обсуждаем еще и с той простой колокольни эту тему, что предыдущая тема была развод. Если вы помните, неделю назад мы говорили о разводе. Мы говорили о том, что это нежелательное явление. Мы говорили о том, что вообще это то, что, ну, скажем так, чем-то является, что, наверное, для кого-то просто оказывается такой ситуацией уже непосильной, поскольку человек не может дальше длить супружество. Вот он готов разорвать отношения. Но вообще это трагическая ситуация. Но ведь ревнивость на самом деле может до этого довести, тоже довести вот эти вот преследования, на самом деле преследования. Либо оправдается преследование, и действительно человек найдет что-то, за что можно, не можно ревновать. Ну, в общем, причины развода. Либо другому надоест все это слушать. Ну, да. Вы знаете, а ведь ревность, мы немножко вот после заставочки поговорим про варианты преследования. А сейчас, вот знаете как, еще раз сказать, а почему мы говорим о ревности? А еще мы говорим о ревности, потому что на самом деле ревность, на мой взгляд, это эмоция, это чувство близнец зависти. Ого! Ого! Вот это поворот. Я никогда не думала с этой точки зрения. Ну, подумайте, Илья. На самом деле знаете, вот много вещей, которые на поверхности лежат, и если ты о них не думаешь, то они даже незаметно бывают. Но вообще это очевидная с моей точки зрения вещь. В принципе, да, я поняла. То есть, если я приревновала, например, мужика какой-то красивой девушке, я завидую этой девушке, там, ее внешности, или ее поведению, или ее чему-нибудь. Вы сравниваете себя в этот момент. вот это да. надо срочно перестать ревновать. Да, конечно. И вот еще вы завидуете, потому что вам кажется, вы считаете, что тот, кто должен быть с вами, вдруг почему-то оказывается не с вами, а с кем-то другим. то есть, вот это вот чувство собственника, оно не удовлетворено. У нас как раз есть сообщение по этому же поводу, пишет нам Елена из Калининграда, ревность это собственность, ну, чувство собственничества, наверное, я имею в виду. Я думаю, что да. Собственность, не трогайте мое, это недоверчивость, недоверие партнеру. Да, совершенно, вот как-то я успел, опередил, но, Елена, вы совершенно правы, вот как-то в унисон мы сейчас движемся по теме. Да, это действительно так. Это недоверие и это собственническое желание иметь и никому, ни с кем не делиться. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу Формула Семьи. Телефон прямого эфира 8800 333 1706 Друзья, звоните, пишите нам, сообщайте о том вообще, как вы себя ощущаете в этом мире. Вы ревнивый человек или неревнивый человек? Что вы думаете по поводу ревности? Может быть, какая она может быть? Пишите нам, звоните 8800 333 1706 сайт teos.fm всегда для вас открыт, вайбер, ватсап, ждем ваших сообщений. Ну, а теперь немножко поговорим о причинах, почему же ревность возникает, откуда она рождается. Не всегда можно быстро это понять. Причины могут быть разные. Одна из причин, которую назвала Елена из Калининграда. Это недоверие. Это очень важный такой момент. Это основная причина. Чаще всего это именно вот так выглядит. Мы не доверяем. Если вы начали ревновать, вы заметили, что это чувство стало вас атаковать, и оно, знаете, как это, стучится к вам регулярно, это значит, вы не доверяете. Обратите на это внимание. Но у недоверия есть, скажем так, есть разные основания. Основания, которые внутри вас, вы делаете основаниями. Они могут быть реальными. Например, вы вдруг стали замечать какие-то такие признаки, которые заставляют недоверию все чаще заходить и быть гостем, который валивается без звонка, без предупреждения и здравствуй. Залезает без спроса в твой холодильник. Ага. Да, и говорит, что тут у тебя еще есть-то? Заходит, садится на диван к тебе, а в конце концов, в общем-то, на шею и свешивает ножки. Почему вы не доверяете? Вы сделаете анализ. Может быть, у этого есть реальные основания. и такое в общем-то эта штука может быть очень неприятной. Это может быть фактом. Знаете, как женщины замечают волосы, духи, помаду или что-то напоминающее волосы, помаду и духи. Да, вот это мне очень нравится. Да-да-да. В этом смысле нужно разобраться. Нужно провести расследование такое небольшое. Ваши причины, они реальные или виртуальные? Вы себя накручиваете или какой-то персонаж такой, скажем так, яга в кавычках помогает вам раскручивать эту тему, который приходит и говорит, ведь яга не просто так обращался к отелу, он говорит, ну, не важно, что ты даже рогоносец. Проблема-то в том, что не рога у тебя. Основная проблема в том, что ты просто не доверяешь. У нас звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, это, да, я Владимир. Да. Попал в дуребности. Да. Я тут написал монахов, да, я был в скитах, это, на Валааме, там кладбище, и вот монахи там 104 года там кладбище у них, да, очень долго живут. Но я не ревнивец там, потому что у меня кота-то некому ревновать-то. А вообще-то говоря, вот я по своей жизни встречался, ну, раза-два так, с такими, как патологические убийцы, эти ревнивцы, да, они очень опасные люди, но там во дворе у нас такой полисадник, что, огороженный деревянный заборчиком, и вот он приженил, жена или кто она, ему не знаю, рал там, ревновал, и с корнем выдал весь этот забор, выдирал вот отдельно эти самые, ломал, как бы, такая стиличная, такая страшная, молодой парень такой, и разбрасывал в сторону, понимаете, а вот попали себе на пути, да, и он тебя же разорвет, это точно, вот говорят, к любому столбу ревнует. Да, вот так вот. Да, спасибо. Спасибо за пример. Спасибо, Владимир, Спасибо большое. Ну, действительно, мы же... Ну, это, да, это уже, скажем так, это уже определенная стадия, уже степень, которая зашкаливает, когда ревнивец готов просто порвать. Мужчины, конечно, гораздо более ревнивы, чем женщины. Нельзя сказать, что женщины совсем вообще не знают. Вы так думаете, Сергей? Мужчины более ревнивы? Чаще. Чаще всего. Внутри себя? Или, скажем так, снаружи? Потому что, мне кажется, наоборот. Это нельзя просто спрятать. Нет, в этом смысле люди одинаковы. Люди одинаковы. Но мужчины, скажем так, ну, наверное, проявление ревности, мужской ревности, они гораздо более яркие, и они гораздо более могут быть деструктивные. Вот, наверное, про это в первую очередь. Но и в отношении супругов мужчины, то, как ревнуют мужчины, это может оказаться более сильной вещью, более чем-то таким яростным, ну, и вот со всеми вытекающими. Более, знаете, как ни один забор можно выдрать с корнем. Поэтому-то и важно начать. Оно же не просто так сразу. Вот он же не родился таким. Хотя задатки, они действительно есть в характере. Но есть вещи, которые формируются. И если ты с этим ничего не делаешь, если ты никак на это внимания не обращаешь, то оно начинает жить, развиваться и приносить те результаты, которые разрушат тебя, разрушат твои отношения, никак это ни странно. А причин для этого может не быть вообще. Вот мы, знаете как, говорим о том, в чем же, собственно говоря, можно увидеть причины. Одна из причин — недоверие. А какое недоверие? А недоверие просто может быть реальным, а может быть виртуальным. Ты придумал себе, ты вот следишь и думаешь, домысливаешь что-то, картинки какие-то. Помните таких вот ярких представителей? Ну, я человек из Советского Союза, как я говорю. Есть пара фильмов, да, вот «Ирония судьбы». Помните, наверное, ревнивца Ипполита, который определенным образом себя вел, он тут же на ровном месте начинал закипать и ревновал вообще по делу, не по делу. Ипполит сам по себе очень хорошо прописанный персонаж. Это гордый человек. Это человек непримиримый. Вот для гордого человека вообще свойственно вот это чувство. Потому что ему трудно согласиться с тем, что, ну, понимаете... Кто-то может быть лучше. Кто-то может его обойти на вираже. И у него потенциальное желание себя обезопасить. И он ревнует, и выбрасывает вот эти вот мечет гром и молнии. на всякий случай отстреливается, чтобы кто-нибудь не приблизился, не дай бог. Отстреливаете. Ну да, вот он такой Посейдон в миниатюре, в квартирного масштаба. Есть еще один хороший, такой замечательный персонаж. И там другая причина. Хотя это обратная сторона. Вот, кстати, тоже фильм, точно так же выпущенный под Новый год. «Зигзаг удачи». Ой, я не смотрела. Не смотрела. Посмотрите, очень милый фильм. «Зигзаг удачи», он вообще, ну, один из таких любимых советскими людьми фильмов, который тоже вышел как раз под Новый год. И там тоже есть один персонаж, который ревнует свою жену. И он уезжает к маме, забирая всю мебель, забирая все вещи. Вот, знаете, к маме. Это человек, который уже лысый. Уезжает к маме. К маме, да. Это уже показатель, правда? Очень хороший персонаж. Он прописанный. Он потом возвращается, потому что он решил простить. Но вдруг замечает, что как-то... А как же? А его жена, это еще все его жена. Он еще подает только на развод. Он опять разменивает квартиру, опять едет к маме. И вот такой вот заикающийся там актер такой. Не помню его фамилии. Но он такие небольшие роли играл часто в советских фильмах. Этот персонаж, персонаж с комплексами, с огромными комплексами. И он измучил свою жену, которая уже устала от его сцен. Он кричит, «Я сейчас выпрыгну из окна. Я сейчас покончу жизнь самоубийством». Она ему говорит... Она уже слышала, видимо, это многократно. Она говорит, «Слезь с подоконника. Закрой окно, потому что простудишься». На нее не действуют вот эти слова, что он сейчас прыгнет, что еще что-то там случится, что он погибнет. Она понимает, что этого не будет. Это просто сцена. Это что-то такое придуманное. Тоже замечательно, совершенно сыгранное и прописанные вот эти роли. Если у человека комплекс, если человек чувствует себя каким-то недостойным, если у человека есть какое-то по отношению к самому себе, есть какое-то вот чувство, мягко говоря, несовершенства, скажем так, он будет ревновать. А вопрос такой. Здоровая ревность вообще существует? Это вообще реально? По моему тезису, который я выдвинул в самом начале, здоровой ревности нет. В отношениях супружеских я считаю, что да. Со мной многие могут не согласиться, но я считаю, что да, что это плохо. Ревность показывает, что вы живой. Ревность показывает, что вам не все равно. Вот поэтому я и спросила. Но само по себе чувство не является позитивным. То есть, иными словами, можно другими способами показать, что тебе не все равно. Естественно. И ориентироваться нужно тоже на другие вещи. Но знаете как? Боль, она тоже, мы можем сказать, что это замечательная вещь, потому что, ну, укололи тебя булавкой, ну, ты вроде бы не спишь, и даже живой. Но это положительное, ну, наверное, не очень. Можно же другим способом заметить, что ты жив. И как-то без боли вообще обойтись. У нас есть несколько сообщений еще. Слушатели нам пишут. Это очень хорошо. Илья Богданов, наш постоянный слушатель тоже. Обычно подписывается еще Илья из Ялты. Добрый день, Эльвира и Сергей. Спасибо за интересную тему. Тему, напоминаю, у нас ревность. Я за собой замечал, что я человек ревнивый. И, если честно, считаю, что от этого надо избавляться. Все-таки ревность появляется из-за неуверенности в себе и из-за недоверия к любимому человеку. А настоящей любви без доверия быть не может. И, по-моему, недоверие к любимому человеку преодолеть легче, чем неуверенность в себе. Спасибо, Илья. Последнее предложение. Я согласен. Да? Недоверие к любимому человеку преодолеть легче, чем неуверенность в себе. Легче. Легче. Самые тяжелые вещи, они связаны с внутренней работой, которая направлена на изменение самого себя. Это всегда тяжелее. В этом смысле, Илья, просто в десятку. Да, действительно. Это резюме нашего эфира. Можно сказать так, да. Можно это прямо в резюме записать. Спасибо, Илья, вам за звонок. Спасибо, что вы слушаете. Очень точная реплика. Это действительно так. Иногда двух минут хватит. Одного взгляда, и все перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. И еще парочка сообщений от Галины из Москвы. Она нам пишет, что ревность — это же эмоции, а мы подвластны только Богу и не можем позволять дьяволу управлять нами через эмоции. А второе сообщение. Я считаю, что мужчинам нравится, когда их ревнуют. Интересно. Но сама она при этом не ревнует. Вот как. Ну, знаете как. А женщинам не нравится, когда их ревнуют? Вот вопрос к вам. Вот, да, интересный вопрос. Наверное, можно точно так же и в адрес женщин сказать. Нравится. Да, именно поэтому кто-то себе позволяет флиртовать, потому что он хочет увидеть. Увидеть, что да, вот он флиртуя замечает, что его начинают ревновать. Он флиртуя. Он или она видит, что, значит, неравнодушен к нему кто-то. Это по лезвию ножа ходить. Конечно. Конечно. Поэтому я считаю, что с этим не стоит играть, друзья. Вы можете вызвать ревность, вы можете вызвать разные вещи. Но если вы играете, то знайте, что вы можете просто проиграть. Я сторонник не игровых ситуаций в жизни. Игра хороша, когда она безопасна. А игра с ревностью, она небезопасна, друзья. Она... Да, вы добавите страсти. Добавите? Добавите. Да, вы вызовете эмоции. Да, вы добьетесь внимания. Ага, и расстанетесь. И да. И это вполне может быть. Потому что вы потом будете иметь дело с тем, что запечатлится в сознании вашего близкого человека. Или того, кем вы хотите, чтобы он... То есть, другими словами, вы хотите, чтобы он стал для вас близким. Может быть, он еще не близкий. Но он будет перед глазами иметь вот этот образ флиртующего персонажа. У нас есть данные опроса, Сергей, которые мы проводили. Вопрос был слушателям задан следующий. Вы ревнивый человек? 63,2% ответили, что да. 36,8% нет. Но это логично. Потому что ревнивый, на самом деле, не то, что ревнивый. Воспытываем чувства мы все. Вопрос, кто это проявляет. Ну, вот видите, гораздо больше людей откликнулись положительно. Сказав, что, ну, я ревнивый человек. Ну, наверное, так оно и есть. Наверное, так оно и есть. И это реальность, с которой нам приходится жить. И которую нам нужно отслеживать. Причины возникновения ревности могут быть правда разные. И не всегда так просто их распознать и обнаружить. Еще одна причина ревности. Это вот природа ревности у мужчин и женщин несколько разная. Как правило, разное. У мужчины это, вот знаете, чувство собственного достоинства. Собственного можно повторить несколько раз. Чувство собственника, желающего достоинства свое не потерять. А у женщины чаще бывает и такое тоже попадается. Но вообще боязнь несоответствия. Боязнь, вот комплекс и часто очень страх одиночества. То есть это недоверие своему партнеру, что он выбрал раз и навсегда и как бы и все. Дело даже не в этом. Это все время мысль тебя посещает, что он может уйти. Да. Да. И дело в том, что это вот это зерно, зерно этого страха, оно коренится очень глубоко и его нужно увидеть. Его нужно распознать очень часто в одиночку. Это почти невозможно. И без специалиста это сложно сделать. Иногда можно, но чаще всего лучше обратиться к людям, которые профессионально занимаются душами. В этом смысле вы сохраните себе время, силы и будете лучше сориентированы. Потому что, знаете, вот причина ваша, вашего страха, с ней надо будет работать. Потому что вот сейчас было бы хорошо сказать, а как преодолеть? Да, мы же говорим, ну мы поговорили о страхе, мы поговорили о чувстве собственного достоинства, о гордости, о комплексах. А теперь хорошо бы понять, ну вот ревность, которая возникает по тому, другому, третьему случаю, а что с этим делать? А как ее преодолеть? Как от нее избавиться? Вопрос Чернышевского. Что делать? Да, вот, а теперь по Чернышевскому. Первый, друзья, ответ. Во-первых, с самой эмоцией окончательно, раз и навсегда, справиться невозможно. Вот, вот, вот просто гарантированно, чтобы она никогда не приходила. Эта эмоция в этом смысле, она точно так же, как боль, с которой вы не можете справиться так, чтобы у вас ничего никогда не болело, и с чувствами, которые могут так или иначе вас посещать и наполнять, мы не можем себя просто обезопасить. Но есть другая сторона этого всего. всего. Мы должны научиться это держать под контролем. Мы должны научиться с этим справляться, чтобы это нас не потопило, чтобы это не наполнило нашу жизнь и не испортило отношения. Вот, это раз, два, не пытайтесь, если вы попробуете и у вас в результате вашей пробы, вы не поняли ничего. В результате второй, третий, четвертый воспользуйтесь чьей-то помощью. Желательно хорошего, специалист, хорошего профессионала, который поможет вам с этим разгрестись. У нас очень интересное сообщение от Михаила. Вы сегодня говорите о флирте и ревности, а вот мусульманские женщины почему-то не хотят флиртовать с чужими мужчинами. Как объяснить такой парадокс женской природы? Ну, такой парадокс можно объяснить рядом вещей. Вот мое объяснение такое. Первое, это культура многовековая. И не сказать, что это культура, знаете, как раз и навсегда и просто генетически, это не совсем так, потому что многие вещи меняются. Если это тот Михаил, который нам сообщал про еврейских женщин, мужчин, про еврейских мужчин скорее. Спасибо вам, Михаил, за вашу реплику. Но ведь с другой стороны, понимаете, какая вещь. Вот в Сирии, например, 20 лет назад совсем была другая ситуация, нежели сейчас. Они хиджаб не носили, а сейчас носят. И это тоже страна, в которой традиционно мусульманство было. Оно разное бывает. Мое объяснение, второе, вот в ответ на реплику Михаила, оно такое. Знаете, вообще-то это страшная штука. Это же не просто флирт там пресекается, это не просто воспитанная, а еще и держащаяся на страхе вещь. Да. Это второе. Тут уже девушка начинает прикидывать, она как бы немножечко пофлиртует и просто будет побито палками или как-то без этого обойдется. Тут уже взвешивается масса вещей. Ну, а третье, что я сказал бы, в чем такая причина, это не значит, что у всех женщин, которые скрыты вот за этой вот такой длинной одеждой, за пранжой, за тем, что, так сказать, есть прорезь, а есть совсем вот такое забрало опущенное, что желание пофлиртовать, оно напрочь отсутствует. Оно может быть сильно подавленным, но оно может быть при этом. Так вот, человек остается человеком. С моей точки зрения, это желание флиртовать, наверное, это как вот и как ревность точно так же присутствует в человеке. Нужно себя воспитывать, нужно себя контролировать в этих вопросах. Да и в целом, вспоминая историю ислама, многоженство там до сих пор разрешено, ну, при определенных условиях. Поэтому со стороны женщины ревновать, учитывая, что твой мужчина официально может иметь до четырех жен, если я не ошибаюсь, тут все по-другому работает. Ну, сильно по-другому, это правда. Но это не значит, что женщина не хочет понравиться мужчине. Это было бы, знаете, таким. Мы, конечно, не проводили исследования по этому поводу, но не думаю, что там сильно что-то в природе отличается. Раз мы заговорили про консультации, хочу напомнить нашим слушателям, что у формулы семьи есть почта. И если вы хотите сообщить о своей проблеме или попасть на консультацию к нашим психологам, а порой просто выговориться, то пишите нам наш адрес family нижнее подчеркивание formula собакамail.ru Этот адрес указан на страничках в социальных сетях передачи Формула семьи, так что заходите, смотрите, пишите, мы не оставим вас без ответа. У нас остается пару минут, Сергей, надо заканчивать. А я еще хотел бы как раз за эти пару минут пару вещей и сказать, которые, ну, может быть, кого-то сориентируют. Если вы особенно замечаете, что вы человек ревнивый, а значит, часто ревнующий, кроме того, что вы можете и лучше, если вы воспользуетесь помощью специалиста, который вам поможет, вы можете сделать еще следующую вещь. Вы попробуйте помнить, что ревность это не любовь. Сакцентируйте свое внимание на любви, начните заботиться о вашем супруге, о близком вам человеке, окутайте его заботой, глядите, и что-то поменяется внутри вас. Еще одну вещь можно и нужно делать, укреплять отношения, то есть делать их более прозрачными, то есть со своей стороны открываться и открывать то, что вы чувствуете, то, что с вами происходит, разговаривать на эту тему, делиться этим, и тогда у вас есть основания получить встречное движение, такое же, и вы можете увидеть, что большинству ваших страхов нет просто оснований. Укрепите просто ваше доверие. Друзья, последнее сообщение на сегодня информационное, и наша передача подойдет к концу. Я напоминаю вам, наши дорогие слушатели, что радио ТЭОС это станция, которая существует на пожертвование, и нам очень важна ваша помощь. Чтобы поддержать радио ТЭОС, отправьте смс на короткий номер 7715 с текстом ТЭОС, пробел, и сумма, которую вы хотите пожертвовать. И в обратном смс просто подтвердите платеж. Большое вам спасибо. Любой ваш вклад очень ценен для нас. А с вами была передача «Формула семьи». Сергей Толоконников был в студии. Мы сегодня говорили про ревность. Ищите наш эфир в социальных сетях и на сайте, в архиве передач. Услышимся. Любви всем. Хитростями до магнитета.